Привет, просветители! Традиции бывают разные. Кто-то под Новый год в баню отправляется, другие новые уроки придумывают, всякий раз, когда микрофона добираются. Я же каждый сентябрь делаю обзор на рабочую программу по разговорам о важном. Второй год подряд это уже традиция. Вот и сегодня я предлагаю вам пробежаться по всем темам, которые ждут в этом году российских школьников и студентов колледжей. И заодно сравнить, что изменилось по сравнению с прошлым годом. Ну ничего, только что взял и собственными руками убил всю интригу. Но чтобы вам была понятна моя позиция и мое отношение к подобным занятиям, я должен озвучить некоторые моменты прямо на берегу. Для меня школа это то место, которое в первую очередь должно давать знания. Традиционные ценности, трудовое воспитание школьников, празднование дня десантника для меня стоят явно не на первом месте. Дополнительные уроки русского и математики, по моему скромному мнению, в одиннадцатом классе гораздо важнее рассказы о том, как здорово ходить в цирк. Причем здесь цирк вы уже совсем скоро поймете. А еще узнаете, что это не шутка. Да, в этом году одиннадцатиклассникам будут рассказывать про цирк. Уж не знаю, с конями или без. Ситуация, когда хороший и старательный ученик после восьми уроков топает к репетитору, потому что того, что дает школа, недостаточно для подготовки к экзамену, для меня позор и огромная проблема образования. Второй момент. Я отлично осознаю, что в мире огромное количество прекрасных вещей и явлений, с которыми было бы неплохо познакомиться. Поэтому тащим все в школу. Расписание-то резиновое. Главное сказать, что это внеурочка. Но я не верю в эффективность чего-то сделанного на коленке и проведенного чисто для галочки. И да, я вижу разницу между внеклассным мероприятием, которое подготовил учитель-предметник, специалист в данном вопросе, и рассказом классного руководителя на первом уроке по бумажке, на тему, о которой он до этого понедельника особо-то и не задумывался. Также, простите мой скептицизм, я сторонник все-таки системного подхода. И просто один раз в год вбросить какую-то рандомную тему... А вось прилипнет. Еще и для всех классов одинаковую. Для меня синоним потери времени. Но, извините, не верю я, что и в первом, и в одиннадцатом классе рассказ о том, почему нужно платить налоги, одинаково эффективен. И да, во втором классе потратить полчаса на биографию Менделеева, когда дети еще никакого представления о периодической системе не имеют... Можете не сомневаться, через полгода они эту фамилию даже не вспомнят. Потому что эта тема никак не связана с тем, что они изучают. Но придумать занятия, соответствующие каждому возрасту, похоже, просто непосильная задача. Вот мы и получаем, что порой старшеклассники обсуждают какой-то детский сад... Новогодние традиции. А первоклассникам пытаются особенности российской политики и конституции донести. А еще я уверен, что для абсолютного большинства выпускников главный вопрос... Это подготовка к экзаменам. А как же традиционные ценности? И когда вы предлагаете замученному одиннадцатикласснику веселую дискуссию на тему... Новогодние семейные традиции? А вы оливье или селедку под шубой делаете? Не стоит удивляться, если по факту уже взрослые люди пальчиком у виска покрутят. Ну, знаете, вопрос приоритетов. И да, когда ты понимаешь, что тебе не приходится рассчитывать на деньги папы с мамой, и нужно буквально из кожи лезть, чтобы подготовиться к ЕГЭ, периодически реально буквально на сон забивая. А Министерство просвещения вместо дополнительного русского предлагает поговорить о... Романтики профессии летчика? Ну, ты понимаешь, что вы, наверное, не совсем на одной волне. Просто невозможно представить современную жизнь без интернета. И, естественно, сейчас как никогда важны тестировщики, специалисты, занимающиеся поиском ошибок на сайтах и в приложениях. А для того, чтобы освоить эту профессию, не требуется техническое образование и опыт в IT. На курсе «Скиллбокс. Профессия инженер по тестированию» у вас уже через 4 месяца обучения появится возможность зарабатывать. Кстати, стартовая зарплата по данным HeadHunter – 70 тысяч рублей. Есть о чем задуматься. Почему именно этот курс? Во-первых, практика. Вас ждет 8 из практических работ с обратной связью от наставников и поддержкой кураторов. Во-вторых, вы сможете получить опыт у партнеров курса «Банка открытия» и «ВКонтакте». В-третьих, 3 дипломных проекта в портфолио. О вечном доступе к обновлениям курса и учебе в комфортном режиме в любое время из любой точки мира, по-моему, и говорить не нужно. «Скиллбокс» гарантирует трудоустройство по окончанию обучения или вернет деньги. Да, компания настолько уверена в своем продукте. А карьерный центр поможет вам составить резюме, подберет подходящие вакансии и организует собеседование. Повторю, если что-то не получится, вам вернут деньги. Кстати, об оплате. Первый платеж только через 6 месяцев. И год английского в подарок. А по промокоду ОСТАПОВ4 для моих подписчиков действует скидка 55%. Чтобы узнать подробную информацию и воспользоваться скидкой, переходите по ссылке в описании. Или сканируйте код на экране. Ну что ж, поехали. Разговоры о важном со Стаповым. День знаний. Знакомство с проектами Российского общества знания. Возможности, которые предоставляют проекты общества знания для обучающихся. В прошлом году на подобном первом занятии ученикам рассказали, что оказывается существуют школьные олимпиады. Так что уже прогресс. Дальше два патриотических занятия. Чем мы можем гордиться в нашей стране. И День памяти Зои Космодемьянской. После этого максимально горячая тема. Уже так и вижу эти заинтересованные глаза перваков. 30 лет Центральному избирательному комитету. Окей. День учителя. Советники по воспитанию. Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию. Проводник в мир возможностей, который создало государство для каждого ребенка в стране. Наставник и старший товарищ, помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. Вы там, случайно, не слишком много всего на плечи одного человека взвалили? Главное, чтобы дети от смеха под парты не укатились, когда узнают, кто в их школе эту высокую должность занимает. Искренне завидую людям, которые верят, что один человек, это если что, во сколько пальчиков, сможет выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. В Краснодаре. В школе. Где только первых классов 20 штук. Ну, удачи. Она ему пригодится. В общем, ладно, давайте лучше еще разок про ЦИК поговорим. Дальше просто красный день календаря. Действительно, о школьниках и для школьников. Оказывается, даже такое можно провернуть, если захотеть. О взаимоотношениях в коллективе. Всемирный день психического здоровья. Профилактика буллинга. Я реально не понимаю, как эта тема сюда затесалась. В следующий понедельник нам предлагают поговорить о кинематографе. 115 лет кино в России. А после этого день народного единства и день спецназа. Дальше просто потрясающая беседа для первоклассников. Россия взгляд в будущее. Технологический суверенитет, цифровая экономика. И тут вопрос не в том, что эту тему нельзя для шестилетки адаптировать. Если очень захотеть, можно все что угодно сделать. В первом классе действительно нет более подходящих тем. Кстати, о подходящих темах. День матери. В прошлом году говорили об отце. В этом родитель номер два на авансцену вышел. Что такое родина? История Красного Креста. Главный закон страны. Конституцию, конечно, и в рамках учебной программы проходят. Но почему бы еще разок не поговорить с первоклассниками. Герои нашего времени. Россия – страна с героическим прошлым. Современные герои – кто они? Россия начинается с меня. Новогодние семейные традиции разных народов России. На мой взгляд, говорить в 11 классе о новогодних традициях – это отличная идея. Прямо перед итоговым сочинением. 450 лет азбуки Ивана Федорова. Налоговая грамотность. Для первоклашек. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Союзники России. А вот это будет интересно послушать. Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. Зачем этот урок политинформации в начальной школе, я, честно говоря, не знаю. Типа, если ты еще не дорос до передачи Соловьева, вот тебе презентация про Северную Корею прямо в классе. Ну, если так рассуждать, то, возможно, дело-то и полезное. 190 лет со дня рождения Менделеева. День первооткрывателя. День защитника Отечества. Здесь авторы предлагают поговорить о профессии военного и кто ее выбирает сегодня. Как найти свое место в обществе. Это что, целая вторая тема, которая напрямую касается подростков? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином? Поддержка семьи в России. Окей, все понятно. Как найти свое место в обществе? Вот какие плюшки вы получите от государства, если заведете много-много детей. Всемирный фестиваль молодежи. Первым делом самолеты. О, гражданской авиации. Крым. Путь домой. Да, в начальной школе без этой информации очень тяжело прожить. Россия – здоровая держава. Цирк, цирк, цирк. Цирк, цирк, цирк. Два месяца до ЕГЭ. Ребята, а давайте сегодня о цирке поговорим. Не, ну, серьезно. Это что-то на уровне скоморохов, если не круче. День космонавтики. День рождения Гоголя. А первый класс-то хоть с одним его произведением знаком? Ну, с другой стороны, вот и познакомиться. А дальше нам предлагают о пионерах поговорить. Ну, наверное, полезное дело. И завершает все это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот как-то так. Тухловато, честно говоря. Мне кажется, что недовольными останутся обе группировки. И те, кто называют разговоры о важном тотальной пропагандой. И те, кто вслед за Минпросом утверждает, что это именно то, что нужно современным школьникам. Уберите Крым, налоги и еще пару странных тем, и вы получите список неклассных мероприятий в условном 2010 году. Никакой Америки здесь не открыли. Никаких специальных тем для подростков тут и близко нет. Ну, кроме парочки. Не, ну разве что союзники России, это то, о чем всегда мечтали поговорить второклассники. Ну и цирк обсудить за несколько недель до ЕГЭ, это прям то, что доктор прописал. Как и в прошлом году, меня поражает это очковтирательство. Темы-то, конечно, одни. Но вот как они будут подаваться в каждом классе, все будет соответствовать возрасту. Не случайно же у нас программа разделена для начальной школы, для средней и для старшей. Чтобы никто не подумал, что временами это просто КТРЛЦ, КТРЛВ. Открываем все тот же урок про цирк. Что предлагают делать с пятиклассниками, слово в слово повторяется и в блоке для 11 класса. Может быть я кому-то сейчас из светил педагогики глаза открою, но между пятиклассниками и одиннадцатиклассниками, ну, огромный разрыв. Ну и человек, решивший, что разговор о новогодних традициях в 11 классе отличная идея, явно премии заслуживает. Дарвина. Опять же, говорить можно о чем угодно. И даже сделать это интересно, не спорю. Но может быть, наконец уже появится человек, который поймет, что старшеклассники это тоже люди с огромным стрессом и дикими перегрузками. И когда в расписании у тебя стоит 8 уроков, слушать о новогодних игрушках, это вполне возможно именно то, что нужно для психики. Правда, не в понедельник на первом уроке. Но все же. И я вот сейчас все это озвучиваю и осознаю, что скорее всего меня поймут только школьники, студенты и учителя. А остальные... Че он к Новому году прикопался? Где там школьники устают? Им лишь бы в ТикТоке посидеть. Есть у меня ощущение, что и Министерство просвещения. Именно так и рассуждало. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. А сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное спасибо. Ну а я встречусь с вами, как обычно, в следующий понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.